Всем доброе воскресное утро! Мы продолжаем серию наших тыквенных завтраков. Можно спойлер сразу. Это то, что я не особо хочу есть. Тыквенные оладьи у нас сегодня. Но я хотела сказать, что заметила несправедливость. Заметила до меня наконец-то, когда у нас третий книжный завтрак тыквенный. Дошла эта несправедливость. В сентябре, когда мы готовили рецепты с яблоками, у нас было 5 завтраков. Потому что в сентябре было 5 воскресеньев, а в октябре их всего 4. Но я приготовила 5 тыквенных рецептов на октябрь. Поэтому для следующего завтрака мне придется знатно получиться и отобрать только один. Но, возможно, вторым я просто поделюсь в группе ВКонтакте или у себя в Инстаграме. Вот так что обязательно подписывайтесь. Сегодня у нас тыквенные оладьи. Я их очень люблю. Особенно вкусно есть эти тыквенные оладьи с медом и посыпая их грецкими орехами. Это вообще супер сочетание. Ты говоришь специально, что я... Не надо, говоришь. Делай вид, что тебе вкусно и приятно есть тыквенные оладьи. Ммм... И сейчас я люблю эти оладьи пить, есть вернее. Но пить с ними я люблю тыквенный чай. Я упустила в этом году момент и не заказала себе еще тыквенный чай. И я сейчас пытаюсь найти что-нибудь подходящее и почему-то ничего не могу найти тыквенного. Это странно. Мне казалось, тыквенный чай найти просто. Съешь оладушку. Твою должен доедать. Ты уже наелась? А я могу тебе ноу-хау придумать. Можно сделать тыквенный чай самой, вот как и Бельпиховой делают. Слушай, я знаю... Из тыквенного пюре. Я знаю, что можно сделать самостоятельно тыквенный чай. Может, мы когда-нибудь его для завтрака и сделаем. Но я не люблю морокку. Когда есть возможность купить это готовое, либо рассыпчатое, либо в пакетиках, то готовить самостоятельно лень. Промолчим. Продолжение следует... Катя, ну, тем не менее, поделись с нами своими впечатлениями об этих оладьях. Зачем? Я бы не смогла это есть с мёдом и грецкими орехами, но мне кажется, йогурт, вот йогурт, который не сладкий, он отлично скрасит этот вкус. Мне... Вот это третий наш рецепт, и вот этот рецепт мне нравится меньше всех. А если сверху колбаски накидать копчёной? Нет, не поможет. Не поможет. Я не люблю вкус тыквы. То есть вот в тыквенном пироге что мы ещё, Свет, готовили? Ну, Кать, ты чё, по рецепту Гордона Рамзи лепёшка в тыкве. Рецепт Гордона Рамзи был потрясающий. Мне он очень понравился, и там тыква раскрылась здорово. Я не знаю, как так получилось. А это блюдо именно для тех, кто любит тыкву. Для меня тыква, знаете, это такая вот недоделанная дыня. А дыни я люблю, а тыкву нет. Но у них красивый цвет, вот я вижу плюс. Да, если говорить о том тыквенном пироге, который мы готовили, его очень часто едят и те, кто тыкву не любят, и любят сам пирог, потому что тыква там даёт всего лишь какую-то нотку. Основной вкус тыквы не чувствуется в том пироге. А здесь чувствуется. А здесь в оладьях именно основное, это, конечно, пирога. Но меня радует то, что это блюдо, которое Света не может сама приготовить, из-за того, что надо вот на сковороде переворачивать. И у неё с кем не прокачано. Я не могу переворачивать. Ни блины, ни оладьи у меня сразу всё расползается, сыпется. И, в общем, получается... Катя, помоги им! Сплошная Катя. Катя. Каша получается, и поэтому я всегда зову Катю. У нас сегодня очень приятная тема. Потому что она про нас. Да, конечно. Если вы подписаны на наши инстаграмы, вы уже всё-всё знаете. А если нет, то мимо вас очень многое проходит, и надо пойти и подписаться. Вот там всё внизу есть. Мы делали на лето открытки с собой в виде героев. И сделали их на осень, но в виде сериальных героев. Хотя книжки, да. Поэтому сериал есть. И мы решили сегодня рассказать про эти открытки и... Сделать официальную презентацию уже, наконец-то. Да, да. Что мы такое будем делать теперь частенько. И разыграть комплект открыток осенних. Я в руках держу Свету. Мы решили рассказать друг про друга. Иначе это будет. Вот сам себя хвалю. Такой прекрасный. Ледняя Светочка была у нас в виде чужестранки, романтичной, с длинным светлым волосом и книжечкой в руках. Мне вообще очень нравится эта открытка. Здесь вот то самое выражение лица, которое у Светы бывает при определенных моментах. Вообще мы решили делать открытки сезонно. Да. У нас многие спрашивают, как их можно получить, можно их купить. Мы их делали не на продажу. Это исключительно порадовать, побаловать самих себя. Больше сюда не было ничего заложено. Ну и радовать иногда своих подписчиков. Именно отправляя открытки. Вот, например, если вы участвуете в наших кулинарных конкурсах, то все участники кулинарных конкурсов получают в обязательном порядке наши открытки. Вот у нас получают в последнем. В мае или нет? В мае. Да, все получили. И обязательно будут открытки, естественно, для кулинарного конкурса в конце года. Так что участники и открытки точно получите. Когда мы с Катей только заговорили о том, что хотелось бы сделать себе вот такие открытки, да, где мы будем представлены в образе книжных персонажей или персонажей сериалов, я сразу сказала Кате, что первое, вообще первое, что в каком образе должна ты предстать, это, конечно же, Алекса Золотного Апельсина. Не потому, что Катя по характеру Алекса Золотного Апельсина, или у них похожее мировоззрение, не дай бог Катя, но если говорить об образе, то ну это же Катя, посмотрите, вот этот котелок, Катя очень любит котелки, и у нее даже в коллекции он не один. Два. Красный, по-моему, и фиолетовый, да. Да, да. Если говорить о вот этом макияже, это тот макияж, который идеально подходит Екатерине Евгеньевне. Вот эта вот трость, вот эта вот рубашечка с подтяжками, это вылитая Катя. И нового варианта просто не было. Еще я очень люблю Малкольма Макдаула в этом роли. Ну, как себя не порадовать, да? Давайте уже перейдем к осенним открыткам. У нас уже был небольшой розыгрыш у Светы в Инстаграме, когда она их выложила и написала, угадайте, кто это. И почему-то некоторые не догадались, хотя этот фон, фон красной комнаты, он очень говорячий. Не знаю, что для меня, что для Светы. Твин Пикс, он осенний. Он осенний, он зимний, он невероятно уютный. Как это ни странно звучит, правда? Мы долго думали, кого нам выбрать из персонажей. Света очень хотела Лору, которая вот завернута. Я хотела, да, чтобы меня изобразили именно Лорой Палмер, но не такой, как она там на фотографии на выпускном, или на каком-то там балу, да, а вот в этом целлофановом межке. Она не была на выпускном, она до него не доживалась. Нет, ну какой-то там бал был, я не помню какой. Только королевой она стала в очередной раз. Ну, неважно. Я хотела быть мертвенькой Лорой. Но у нас был горячий спор вообще, и как именно сделать так, чтобы эти персонажи еще между собой зачитали. Да, потому что если делать Лору, то придется делать ее подружку Данну. Мы терпеть не можем, и я не хотела быть Данной, и никто не хотел ей быть. И как бы делать Лору и Одри, ну, я считаю, что до Одри не дотягивает никто, даже я. Поэтому мы пошли обратным путем, мы выбрали самых странных персонажей в Тлин Пикси. Света это дама с поленом, потому что Света, как и дама с поленом, знает больше, чем говорит. Знаете, как меня раздражает, когда ты с ней смотришь сериал какой-нибудь, детектив, триллер, фильм ужасов здесь загадкой, она через 10 минут говорит, вот так все будет. Это хорошо, что ты догадалась, можно мне подумать было самой. Знаете, как она мне издавна испортила впечатление от одного фильма. Поэтому Света дама с поленом. И мне очень нравится, что Нигиар и вот эти вот обе. Ну, в конце еще расскажет, кто рисовал. Да, потому что нам обе им очень нравится, как она рисует. Мне нравится, что Нигиар сделала Свете вот эти вот ее нынешние волосы. Но это уже дубль два. Мне нравится Света в образе дамы с поленом. Мне тоже дико нравится. Вообще у нас была... Вот эти заплатки на локтях. У нас была горячая борьба за то, какие образы в итоге выбрать. И в итоге получилось, что для Кати мы выбрали образ одноглазой на Дин, то есть самой безумной женщины, которая пыталась изобрести. Щук, 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 щук. Я никогда не забуду вот эту июнь. Бесшумные шторы. Мне очень нравится, как Катя нарисована, но только после того, как мы увидели вот этот готовый результат, мы поняли, что на одном изображении и на втором Катя у нас одноглазая. У нее открыт только один, но на зиму у нас уже есть идея. И пока там два глаза. Придется прядочкой прикрыть. Потому что у Алекса это тоже было два глаза, просто на одном макияж, а на другом нет. И в этот раз мы решили сделать себе не только открытки, но еще и закладки. Да. Они двусторонние. Да, и вот здесь прям очень такой говорящий символ. Хотя да, если вы не видели Твин Пикс, для вас ничего не скажет. Да. Ну ничего страшного в этом тоже нет. Да, но закладки нам очень нравятся, мы не ожидали, что они получатся такими прикольными. Печатали мы их в первой попавшейся типографии, и это не столь важно. И самое главное, они были самые дешевые. Да, знаете, потому что на удивление, сейчас я чуть-чуть отвлекусь, потому что деньги это важно, у нас в некоторых типографиях просто дикие цены. Ну вот мы печатали в типографии 50 открыток, получается в общей сложности 100 открыток, 51 вида, 50 другого, 50 закладок, и мы за это все отдали 1300, а в типографии, которая ровно вот напротив, они расположены напротив друг друга. В другой типографии у нас в России за все то же самое 3700. А, ты это тоже считаешь закладки, да? Ну да, да. Представляете, какая разница? Ну, давайте расскажем, кто нам рисовал. Нам рисовала Нигяр. Нам с Катей очень нравится, как она рисует. Вообще Нигяр рисует многих книжных персонажей, и я скажу честно... Я шестерку Ворона взялась читать только потому, что Нигяр рисовала к ним арты. А что за шестерка Ворона? Ли Бордуга. А-а-а. Когда задумали, да, уже окончательно сформировали свою идею, вот кто нам будет рисовать, мы даже не сомневались. Мы с Катей сразу в один голос сказали, что это будет Нигяр. Да. Вот. Давайте теперь перейдем к тому, что мы же хотели разыграть, да? Да. Мы хотели разыграть. Мы хотим разыграть вот таких вот... Сколько комплектов? Десять. Десять. Вот. Две открытки и закладочка. Мы открытки вам подпишем. Чтобы мы с Катей поселились на ваших книжных полках. И добавили чуть-чуть мистики в ваши квартиры. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо всего лишь оставить комментарий и где-то через неделю, давайте через неделю стандартно, мы случайным образом выберем 10 победителей, которым отправим наши открытки. Естественно, вы должны быть подписчиком нашего канала, иначе не получится. Напишите, что вы хотите открыточки, а то вдруг кто-то не захочет. Ну да, вы что-то не хотите, конечно. Ну а итоги мы подведем, как обычно, в группе ВКонтакте. И знаете, я хотела сказать, это первый завтрак, на котором я не особо много ела. Да, я хотела отметить этот момент, что... Ну да я не особо что-то ела. Но тем не менее, я сейчас... Камеру мы выключим, и я доем эти оладушки. Вот так мы с Катей себя радуем и развлекаем. Мне кажется, себя надо баловать. Себя вообще надо, в принципе, баловать и радовать себя, иначе жизнь будет совсем такой обыденной. Мы еще очень хотим себе с Катей напечатать сумочки вот с этими нашими задрожениями. Ну и не только себе, но уже окончательно пасть в воды самовлюбленности. Все, ребятушки, желаем вам приятного аппетита. Принимайте участие в конкурсе, если хотите, конечно же. Всем спасибо за внимание, хорошего вам дня. Текриного октября, котики. Текриного октября, котики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова